Региональный интернет-портал жилищно-коммунального хозяйства – инструмент народного контроля. Подобного проекта в других регионах нет. В нем максимально полно раскрывается информация. О повышении прозрачности сферы ЖКХ, методах контроля и перспективах развития сайта говорили за круглым столом депутат Госдумы Алена Аршинова, представители жилинспекции Чувашии, управляющих компаний. С помощью такого нововведения каждый житель республики может увидеть в цифрах и фактах работу своей управляющей компании. Вся самая важная и нужная информация – контакты, реестр домов, сведения об использовании общего имущества, бухгалтерская отчетность, анализ деятельности организации – доступно жителям республики через интернет. Для облегчения работы УК сделана интеграция с наиболее распространенными расчетными системами, которые эксплуатируются в управляющих компаниях, что позволяет им сократить время по наполняемости сайта. Уже 545 организаций размещают для интернет-пользователей на сайте сведения о своей работе. Сайт позволяет получить необходимую информацию как гражданам, так и различным органам власти, в свою очередь которые имеют рычаги влияния на работу управляющих компаний и организаций. Мы сегодня, имея вот этот механизм, можем оперативно отслеживать, то есть по истечении 10 дней любого месяца, то есть после отчетного месяца, мы можем увидеть по каждому отдельному взятому дому сумму начисления ресурсно-набжающими организациями. Портал, как отмечает руководитель компании «Изерв» и основной разработчик Владимир Лидерман, появился после того, как был готов к АПРУ, где все органы власти на одном портале размещают свои страницы. На портале ЖКХ применена та же идея – конструктор порталов. В 89-м указе, который подписал глава Чуваши около полутора лет назад, прописаны меры по обеспечению интересов граждан в сфере ЖКХ. Там прописано два основных мероприятия – создание портала и муниципально-расчетного центра. То и другое выполнено. Впереди – совершенствование проекта. Дальнейшее развитие проекта является наполнением именно этой функциональностью портала. То есть создание личных кабинетов плательщиков, раскрытие информации уже в части взаиморасчетов по конкретному человеку и, как сказать, возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги через интернет. В этом направлении мы достаточно много уже сделали. То есть произведена интеграция с платежной системой Сбербанка и поддельным управляющим компаниям, которые сейчас обслуживаются в ОАО РКЦ, есть возможность оплатить счета за портлату через банкомат и получить актуальное сальдо, оплатить счета через Сбербанк онлайн. То есть это уже, опять же, как сказать, развитие проекта. Портал создан для того, чтобы население имело возможность оперативно получить необходимую информацию, связанную с управлением многоквартирными домами. Правда, есть управляющая компания, которая не полностью раскрывает информацию о своей деятельности. Алена Аршинова установилась на работе одной УК, на которую есть жалобы со стороны жильцов. Есть такая управляющая компания НИДИ. И я вот как раз пользуюсь случаем, ну, там далеко смотреть, я у себя посмотрела, зашла на портал ЖКХ Чувашской Республики, нашла эту управляющую компанию. На что жалуются? Жалуются на то, что общедомовые нужды появляются из ниоткуда. Как отмечают специалисты, вопрос возникает по той причине, что начисления исходят от количества квадратных метров, а не от количества проживающих в квартире. И сами жалобы стоит разделять на несколько категорий. Бывает, что коммунальная система, сами по себе инженерные коммуникации взглушены, и есть утечка. Так и и тоже ситуация бывает. Это вторая причина, почему у нас выходят вообще два вооружения. Следующая причина – это несанкционированное подключение, несанкционированное подключение к инженерным коммуникациям. Но это все-таки редко встречается, все-таки бывает. И, наконец, четвертая причина – это неправильное начисление управляющей организации. Организаторы сайта уверены, доступная и открытая информация о работе управляющих компаний поможет квартиросъемщикам быть осведомленными о деятельности коммунальщиков и разрешать спорные вопросы. Чуваша – один из первых регионов, который вышел на разработчиков общероссийской базы данных фонд ЖКХ.ру. Уже в конце этого месяца информация с портала ЖКХ будет выгружена для размещения на всероссийском портале, где будет публиковаться ежегодный отчет. Данифа Тагирова, Леонид Клейман, Республика.